Притом посмотрите сколько урона я сношу, да тут даже в теории его дамажите максимально тупо. Да он это сдел... Я не верил в него! Я вообще не верил в этого полного чела! Как говорится, размер не имеет значения, да, рост не имеет значения. Окей, Гру просто облажался, но Холлоу просто выточил это всё. Здравствуйте, друзья, это Dark Souls, его не было на канале уже около недели, поэтому я возвращаюсь. Сегодня тот самый мод, о котором я когда-то рассказывал, это, друзья, Pocket Souls, как он правильно называется, или же Pokemon Mod, если быть до конца уж объективным, да. Давайте назовём нашего персонажа, я даже не помню, как главного героя в Pokemon. Ну, давайте так и назовём, типа, а, ХЗ, охрененное название. Сейчас у меня раскладка не переключается, ну ладно, назовём персонажа тогда по старинке. Вначале доступен гифт под названием Token of Love, на самом деле я это дело уже протестил, я не знаю, зачем оно нужно, но в любом случае я должен вам это показать. Класса ставим рыцаря, ну и в принципе можем начать. Итак, друзья, значит, Pokemon Mod, что это такое? Теперь Dark Souls можно спокойно пройти без убийств, хотя как понять спокойно? Искусственный интеллект здесь всё равно такой себе. Итак, я прошу прощения, мне пришлось поменять классы, потому что у меня почему-то крашнулась игра, и решил, что это из-за класса. Так вот, друзья, играем, значит, за Ассасина, и... Так вот, наконец-то я объясняю, что эта модификация даёт. Теперь можно приручать противников, используя вот эту штуку по названию Abyssal Flask. Она не восстанавливается у костра, и она вначале доступна в количестве 15 штук, поэтому тут нужно с умом подходить к всему этому делу. Также у нас имеется такая штука, как Potion. Она позволяет хилить ваших призванных существ. Далее есть ещё Trainer's Mark. Это, короче, штука, которая, я так понимаю, к себе подзывает ваших покемонов, да? Условно назовём их покемонов. И Coil Sword Fragment с этой штукой можно спокойно вернуться к любому костру. Как я понимаю, она бесконечная, поскольку циферок никаких нет. В общем, давайте поиграем, надеюсь, это будет интересно, и давайте посмотрим, что это за покемон мод. Как обычно, перед началом ролика заранее благодарю вас за пальцы вверх, друзья. Не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, и видеоролики выходят ежедневно. Итак, значит, полетели. Давайте проверим на самом первом противнике. Я, допустим, кидаю, описал Flask, и вот. Теперь, несмотря на то, что я покемонов, ну, может, смотрел лет 10 назад, я помню, что здесь есть какой-то рандомный шанс на то, что покемон... Вот, да, да-да-да-да-да, иди отсюда! Вот, то есть, либо покемона удастся схватить, либо, к сожалению, саси, братан. Прикол в том, что это создание может вырваться сразу, да, а может появиться вот такой ураган. И при том, я не знаю, какой здесь шанс, именно в процентах, на то, что я поймаю это существо. Но я должен вам это показать. Да, я это сделал. Теперь у меня доступен холлоу, то есть вот этот полый. Я получил жетончик любви вот этот, токен оф лав, да, с флагом Канады, кстати, по-моему. И теперь я, получается... Подожди, у меня такой вопрос. А если я поймал его, то почему у меня доступен Гру, ну, как мой первый покемон? И у меня доступен, что это, шпион, по-моему, да, в русской локализации заклинания? Всякое бывает. Ладно, давайте призовем нашего первого покемона. Это Гру. Вот он, ух, нихрена себе. Да, теперь у него своя шкала хп появилась. И при том, он наносит по 182 урона. Это просто подсаживающее... Гру! Куда этот Гру пошел? Гру! Ну, Гру! Гру, он неконтролируемый народ. То есть, я не знаю. Давай, кстати, испытаем на нем еще трейнерсмарк. То есть, сейчас он идет куда-то? Да даже можно здесь. Так, и он, получается, прибежит сюда. Ай-яй, здорово, мужик, здорово. Пет. Что такое Пет? Да ладно, тут еще и погладить его можно. Хорошо, что у нас дальше? Гру, подожди, не выпендривайся пока. Я хочу сейчас поймать вот этого еще мужика. А, собственно, почему? Потому что у него есть арбалет. Стой, не атакуй его! Хорошо. Да, не атакуй его, потому что с арбалетом... Чувак с арбалетом... Это, на самом деле, очень большой урон. Черт, он снова ушел. Нет, Гру, не надо! Ой, придура! Куда ты там? Что ты там делаешь? Алеша, иди сюда. Кстати, нормально он так мы щит пробивает. Мужик, помоги мне, пожалуйста. Тут теперь появляется флажок над ним. Ну, это просто гениально, я считаю. Давайте погладим. Молодец, Гру, молодец. Это немного криво, конечно, выглядит, но да ладно. Так вот, пойдемте дальше. Основная задача с этим модом нужен нормальный щит. Я, к сожалению, в третий соул сыграл, наверное, меньше всех остальных частей. Но я, кстати, решил его в один момент перепройти на 100%. Вот, недавно. Гру ты! Этот придурок, он... Он только что спрыгнул вниз. Вон туда. Он спрыгнул вниз. Эм... Я не знаю, что сказать. Я могу его перепризвать сюда? The creature is dead. Зашибись. Ладно, я с вами полностью согласен. Этот мод работает слегка нестабильно. И все-таки он довольно хардкорный. Потому что ты должен теперь беспокоиться и о своем персонаже, и о своем создании. Аналогично. Не надо в суде гундиры, пожалуйста, стрелять. Так вот, я до сих пор не понимаю, почему у меня вот эти холлоу не приручаются. Кстати, давайте попробуем еще раз это сделать. Я хочу приручить вот этого арбалетчика. Мне кажется, что с него будет невероятное количество урона. Единственное, обисал фласки, я, насколько помню, можно закупать в этом моде. То есть они у костра не восстанавливаются. Ну скажи, что я его приручил, пожалуйста. Да, все. Окей, холлоу был приручен и отправлен на ПК. Не знаю, что это такое. Да, смотри, я был прав. То есть здесь нужно просто переключить спелл с бесшумности на вот этих холлоу. Понял, принял. Ну что, друзья, теперь можно отправиться к судью гундиру, как считаете? Кстати, также, если вам интересно, Путицолс добавляет гораздо больше различных противников сюда. Добавляет различного рода оружия. Во всяком случае, это было подписано. И, по-моему, можно приручить, короче, до 56 покемонов вот этих. Условно говоря. Так, ну ладно, давайте начнем тогда с Гру. Давайте его призовем сюда. А, хорошо. Ну и давайте затригерим судью гундира. Сразу переключимся на Половом. Чтобы у нас была возможность сразиться, если с Гру будут проблемы. Ну, сразу скажу, щит у меня просто отвратительный. Так, Гру, вот твоя цель. Вали этого гундира. Зашибись. Нормально он ему, кстати, сносит. Стой! Стой, 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 стой! Да зачем же ты так лупишь его, придурок? Поушен, быстрее! Пей. Хорошо. Вообще, должен как бы помогать ему. О, боже мой. Короче, судья должен был затригериться изначально на меня. Так, сразу. Покемоныч, иди сюда. Ну что, давай, судья. На меня только, пожалуйста, прыгай. Вот так, хорошо. Твои атаки я уже выучил. Да, в принципе, и щит здесь нормально работает. Нихрена себе он ему сносит в спину, ты посмотри. Так, у него трансформация. Давай. Ну, чувак, долби его, долби его, как никогда раньше. Ну, один удар, Гру. Один сраный удар. Ай-яй-яй, хорош, хорош. Да все, он уже умер, да? Отстань ты от него, да что ты делаешь? Короче, только что этот покемоныч завалил босса. Иди сюда. Хороший, Гру, хороший, хороший. Так, теперь давайте проверим следующую информацию. Значит, в храме огня должен быть... Слушайте, подождите. 56 покемонов можно приручать с этим модом, да? А это влияет, допустим, на великанов в храме? Слушай, если это правда влияет, то, по-моему, это слишком имбалансно. Ладно, поехали дальше. Значит, оружия у меня все равно нет, поэтому храм огня. Да, давайте найдем... О, этот Гру, кстати, к тебе телепортируется, если он еще живой. Но при этом ты отходишь от него на расстояние. Мистериус Райвал. Я не знаю, что такое Мистериус Райвал. Короче, вот это, наверное, один из тех новых боссов, про которые писал автор. То есть... Ну да, я вам рассказывал, что тут есть новые боссы, новые существа, новое оружие есть. Ну хорошо. Значит, два дополнительных босса перед храмом огня. Это Слизняк и Хозяин Слизняка этого. Хорошо. Давай ты просто завалишь его. Нормально. 500 урона? О, мне кажется, что это слишком имбалансно. Ну окей. А это, как я понимаю, его босс, да? Вот этот? Или что? Да, смотри. Так, и в чем прикол? Алло, вали этого дурака. Все, хорошо. Окей. Супер Поушен теперь у меня стал доступен. Спасибо за убийство второго босса. Так, давайте сразу в инвентарь посмотрим, что такое Супер Поушен. Значит, хилит ваших созданий на огромное количество ХП. То есть... Я понял, принял. Так, ладно. Файрлинг Шрайн. Здравствуйте, это Храм Огня? Да-да-да, это я. Так, здорово. А, ему кланяться еще надо. Значит, Профессор Кёрс Рот. Отличное название. Значит, что у него тут можно сделать? Можно ему скормить что-то. Можно обменять вот эти жетончики. Давайте обменяем два. А что он мне даст, кстати, взамен? Давайте посмотрим. Так. Study Toward Next Trainer Level. А, то есть... Он мне повышает уровень... Для захвата покемонов. Типа, я могу захватить теперь более сильных покемонов. Окей, понял, принял. Infuse Conduit. Это что такое? Infuse Conduit. И Open Shop. Давайте посмотрим, что у него есть. А, у него, соответственно, и можно купить вот эти Абисал Фласки. Можно покупать поушины, чтобы хилить покемонщиков. Так. И, слушай, по-моему, все. Больше ничего не продает. Ну, давайте тогда Абисал Фласки закупим. Насколько? Ну, давайте. Да пофиг. Давайте прям двадцаточку закупим. Да, почему бы и нет? Как думаете, есть смысл идти к Ранительнице Огня, что-то прокачивать? Я думаю, что нет. Пойдемте смотреть дальше. Значит, теперь перемещаемся в стену Лотрика. В стену, да. Давайте еще проверим это дело там. И, возможно, даже дойдем до Ворда-то. Вы, наверное, знаете, что на высокой стене Лотрика в большинстве своем присутствует полая нежить. Но ее нет смысла приручать, поскольку она у меня уже имеется. А, кстати, мне стоило все-таки зайти к Ранительнице Огня. Мне стоило прокачать ученых, чтобы я мог больше слотов под покемонщиков оставить. Ладно, неважно. Короче, я знаю, что здесь есть два костра. Благодаря тому, что проходил на 100% и сейв этот стер перед записью. Я надеюсь, конечно, что это неправда, но... Ах, я гений, если так сделал. Я два часа чистил эту стену Лотрика. Я знаю, что я просто так вам жалуюсь. Но, блин, мне же нужно кому-то пожаловаться. Короче, здесь есть один рыцарь. Я предлагаю сначала его приручить. Насчет драконов сразу говорю. Виверна или дракон, кто он там? Короче, вот наверху, которая, да, сидит. Наверное, ее я приручить в этом случае не могу. Это, естественно, печально. Так, соответственно, я не могу и Гру призвать. Потому что, если я сейчас призову Гру, его здесь просто затолкают, запинают. Так, рыцарь Лотрика, выходи. Ай-яй-яй, ну ты меня что при 100% прохождении бесил? Что сейчас? Так, да, братан, да мне просто костер нужен наверху. Вот видите лестницу, да? Если что, там уже был костер. Ну, поехали. С учетом того, какие здесь рыцари Лотрика и как я их манал просто в этой игре, давайте его забайтим хотя бы вот на этого разбойника. Алло, холлоу, полый. Ну, почему ты стоишь-то? Твоего хозяина избивают. Молодец, молодец, крутой, крутой. Не-не-не, тебе сюда нельзя, тебе сюда нельзя. Уходи, уходи. Подожди, я могу погладить даже полого? Ну-ка, дайте посмотрим. Ну, еще и молиться мне будем. У нас сейчас первостепенная задача найти путь к вордоту. И несмотря на то, что... Я вроде как даже подготовился, когда проходил эту игру на 100%. Но опять же, путь будет не близкий до этого босса. А если что, я умру, это будет тильт. Братан, ты что там делаешь? Что? Подожди, он внизу? Этот полый внизу? Братан, меня, кстати, избивают. Если что, я твой начальник. Иди сюда. Нет, я по приколу, конечно, могу сейчас взять вот этого разбойника. А, кстати, а почему я этого реально не делаю? Стой. Ну-ка, иди сюда. Мне кажется, эти разбойники так просто не даются. Вот почему-то есть у меня такое ощущение. Давайте попробуем. У меня какой-то значок сейчас вверху справа замигал. Это значит, что я поймал его? Эээ, холлоу, да. Окей, я его поймал. Только у него не поменялась моделька. Я просто не знаю, как автор этого мода вообще догадался сделать такую модификацию. И вообще сделать ее стабильно работающей. Но, блин, ему нереальный респект. Такого я еще действительно никогда не видел. Да и, наверное, уже не увижу. Хорошо бы он подобное, конечно, перенес и в первую часть. В любимую. Но, мне кажется, там это сделать более проблематично. Ну, короче, мой полый остается там воевать с остатками. Поэтому я спрыгиваю дальше. Хорошо, у вас, возможно, появится еще один вопрос. А можно ли приручить вот этого огромного мужика, который находится перед ворда там? Сейчас я вам покажу его. О, тут он у фонтана крутится. А я, кстати, не знаю. Я думаю, что у меня уровня точно не хватает для него. Но попытка не пытка, как говорится. Попробовать-то всегда можно, да? Ага. Окей. Да, ваш левел недостаточно высок для этого создания. То есть, по сути, это можно сделать. Но, да, чем это чревато, никто не знает. Рыцарь Лотрика. Кстати, мне кажется, если рыцаря Лотрика приручить... Блин, я даже его не могу приручать. Левел слишком низкий. Ладно. То есть, единственное, что остается, это идти со своим полым вот этим и воевать против ворда там. Он, кстати, игнорирует вот этих созданий, которые тут присутствуют. Слушай, они же за стенку не зайдут. У меня, кстати, игра подлагивает почему-то начала. Ну, да ладно. В общем, народ, вот такой покемон-мод. Я, конечно, мало тут поприручал, но потому что мне нужны еще дополнительные эти монетки несчастные. Ладно. Давайте призовем... Подожди, я могу... Что? Я не могу призвать... Подожди, я не могу призвать двух покемонов сразу или как? А нет. Гру я могу теперь призвать. Ну, давайте с Гру тогда попробуем сейчас победить ворда-то. Правда, это, наверное, плохая идея, но все же. Зачем мне, кстати, вообще щит нужен? Он все равно тут ни на что не влияет. Алло, мужик, ты на меня переключись, а не на моего покемоныча. Ну, он его сейчас опять отделает, но... Ну, это ж бред. Надо быстрее заменить... Так, хорошо, на поушен. Найс, стой, стой. Да-да-да-да, чувак, лучше меня бей, лучше меня бей. Только не Гру. Так, хилим сначала его. Хорошо. Теперь хилим меня. Хорошо. Только единственное... Господи, как же он его имеет просто. Чувак, атакуй меня, ну... Ну, зачем ты вот так делаешь? Хорошо, я могу еще призвать тебе... Полова, иди сюда! Отлично, я его призвал. Минус 400 на ровном месте. Кстати, мне кажется, ворд, когда прыгать начнет, его уже невозможно будет победить никак. То есть тут нужно либо отвлекать, либо я не знаю, что делать, но... Свою единицу урона я как бы тоже выношу сюда, если что. Все, ну это точно ластрай. Я должен хоть что-то сделать на нем. Пофиг, я даже на полный хил ставлю себя. Так, ну что, давай. Значит, ворд, отвлекайся на меня. Дуговая атака. Ну, конечно, ты начинаешь дуговой, потому что она противна только для моего создания. И, конечно, ты добрасываешься на него. Псина несчастая. Не, ну это... Ну это даже не серьезно. Типа, я даже никак не могу помочь ему. Ну, то есть, никак. Если он на него отвлекается, это все, это ГГ сразу. Допустим, призову холлоу чела. Ага, нормально, в этот раз он меня атакует. Но, давайте будем честны, у ГГРУ атака гораздо мощнее, нежели у моего полого чувака. Притом, посмотрите, сколько урона я сношу. Да тут даже в теории его дамажить максимально тупо. Почему он, кстати, просто не может встать в какую-то... Знаешь, почему он не может встать в какое-то бешеное состояние, да, и просто разворошить его? Да, он это сделал! Я не верил в него! Я вообще не верил в этого полого чела. Но он мне вытащил. Как говорится, размер не имеет значения. Да, рост не имеет значения. Окей, ГГРУ просто облажался, но холлоу просто вытащил это все. Хорошо, возжигаем и, по сути... Я к Эмме, кстати, не сходил за флагом Лотрика. В принципе, это и не важно. Ну, друзья, в общем, надеюсь, вы поняли, что из себя представляет эта штука. В общем, это был мод Pocket Souls для Dark Souls 3. Или же в простонародье просто покемон мод. Достаточно интересная штука, но свои нюансы тут, конечно, присутствуют. Но мне она, правда, понравилась. В общем, если вы играли, поделитесь мнением, что еще здесь можно поделать. Во всяком случае, можно ли здесь приручать великанов из особняка... Ой, особняка, говорю, этого собора. Это, наверное, самое главное для меня. Вот. Ну и, в принципе, на этом все. Играйте в хорошие игры. Играйте с хорошими модами. Понравился ролик, не забудьте оценить его лайком. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ну и с вами был Спектр. Узышимся. Другие ролики по Dark Souls'у прямо сейчас на экране.